Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот сейчас я сажусь сеять помидоры и хочу вам напомнить, что тем, кто соблюдает лунный посевной календарь, у нас приближается новолуние, то есть будет 3 дня запрещенных для посевов. Это само 17 марта, я уже говорила об этом, и 1 день до, 1 день после, то есть 16, 17 и 18 марта сеять не рекомендуется. Написано, нежелательно тревожить землю и растения в день новолуния. Но сегодня 13, и сегодня еще можно. Написано, возможно, посев и посадка овощных цветочных растений, всхожесть, приживаемость будут плохими, зато выжившие дадут в дальнейшем хороший результат. Вот сегодня я буду сеять томаты, буду потом все это снимать и рассказывать. Но сейчас я хочу для тех, кто проживает, как и я в Сибири, показать именно лунный календарь для нас, для сибиряков. Потому что я уже тоже еще раз не раз говорила, что каким, если вы все-таки хотите придерживаться лунного календаря, каким все-таки календарем это пользоваться, потому что вариантов очень много. Но тут ответ один. Нужно пользоваться своим региональным лунным календарем. Вот, например, как у нас тоже написано, климатические условия Сибири диктуют особый порядок сезонных работ в саду огороды, отличный от центрального района. То есть и календари у нас разные немного. Тем не менее, в сыровом климате Сибири можно получать отличные урожаи овощей и фруктов, если выбирать районированные сорта и придерживаться сроков посадки. Вот сейчас мы найдем именно посевной календарь для Сибири, и я вам несколько слов расскажу. У нас прошла половина марта. И вот вторая половина марта будет благоприятна для посева почти всех культур. Во второй половине марта нужно сеять все. Вот тут очень мелко, вы, возможно, не увидите, но я вам прочитаю. Написано. Томаты, огурец, баклажан, огурцы. Сеять, сажать, пересаживать, прищипывать. Все можно делать в марте. Первую половину я уже не беру. А вот после новолуния 18-е, 19-е, 20-е, 21-е, 22-е, 24-е, 26-е, 27-е, 28-е. Практически вся вторая половина марта у нас разрешена по лунному календарю. Для посевов, для пересадки, для пикировки, прищипывания. Все, 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 все. Для культур. Томаты, перец, баклажан, огурец. Это очень хорошо, потому что работы в марте очень много. Нам нужно будет и замочить огурцы на проращивание для получения раннего урожая. Нам нужно будет сеять томаты и высокорослые, и в конце месяца потом ранние. И баклажаны скороспелые, кто еще не успел посадить. И перец ранний скороспелый тоже еще можно посеять, кто не успел. Потом бахчевые культуры, дыня, арбуз, тыква. Можно сеять, сажать, пересаживать, все, все делать с этими культурами. Также 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го. То есть кто будет сеять на рассаду, кто выращивает дыни, арбузы через рассаду, можно вторую половину марта использовать. Ну и тут все другое, все перечислено, и цветы, и все. Короче, вы видите вот по этой табличке, что вторая половина марта у нас очень благоприятная для посевов. Будем начинать сеять все подряд. Кто не досеял остатки перца, баклажанов, кто еще не начинал, будем начинать томаты, кто-то будет огурцы на рассаду. Вот я вам назвала какие дни благоприятные и запрещенные дни 16-го, 17-го, 18-го. Ну вот тут 18-е указан у нас, как, сейчас скажу, как первый день после новолуния, но вот в этом лунном посевном календаре он все-таки назван как благоприятный, но я один день после новолуния стараюсь не сеять. Ну когда как? У нас после 18-го начинается растущая луна, и вот все эти дни луна растущая после новолуния самые благоприятные для наших посевов. Для тех, кто не соблюдает лунный календарь, это, конечно, можете и не заглядывать, но в этом году совпало очень удачно. Могут сеять и те, кто не смотрит в лунный календарь, и те, кто соблюдает лунный календарь. Вся вторая половина марта, почти вся, она очень хорошая для посевов. До свидания. Вот этот краткий видеоролик о том, какие дни благоприятные у нас во второй половине марта будут, а какие запрещенные. До свидания. С вами была Ольга Чернова и моя огородная азбука.